Недавно президент Путин посетил Вьетнам. Накануне, правда, он встречался с американским президентом. Наверное, поэтому из достопримечательностей, предложенных для осмотра нашему президенту во Вьетнаме, было исключено посещение уникального памятника, сделанного из обломков американского Б-52 и нашего МиГ-21. Что делали наши летчики во Вьетнаме полвека назад, об этом Игорь Басенков. Этим кадрам хроники более 30 лет. Декабрь 72-го. Самолеты Соединенных Штатов бомбят территорию Вьетнама. Это был один из самых массированных и в то же время самых неудачных налетов американской авиации в той войне. Тогда средства ПВО Вьетнама уничтожили более 30 стратегических бомбардировщиков Б-52. Одного из них вьетнамцы поразили с помощью вот этого, новейшего по тем временам советского истребителя МиГ-21. Прежде в воздушных боях Б-52 не сбивал ни один самолет. Однако мало кто знает, что когда во второй половине 60-х годов началось оснащение вьетнамской авиации этими машинами, едва не разразился крупный скандал. После первых же боевых вылетов на новом самолете вьетнамские летчики заявляли, что в воздушном бою его вооружение неэффективно. Между тем этим вооружением были две новейшие ракеты класса «Воздух-воздух». Чтобы разобраться на месте, во Вьетнам направили группу советских военных специалистов. Среди них был герой Советского Союза, летчик-испытатель, полковник Василий Котлов. Сразу мы, конечно, обратили внимание, что на МиГ-15 и на МиГ-21 был установлен киноаппарат. Именно киноаппарат, который фиксировал дальность пуска, положение цели. Когда мы эту пленку посмотрели, что именно дальность пуска не соблюдалась необходимой для ракеты. МиГ-21 коренным образом отличался от своих предшественников – МиГ-15 и МиГ-17. Скорость нового истребителя достигала двух, а то и двух с половиной тысяч километров в час. Потолок – около 20 километров. Проверочные полеты показали, что вьетнамские летчики прекрасно владеют техникой его пилотирования. Однако для успешного использования его вооружения требовалась особая подготовленность и четкое соблюдение условий пуска ракеты. И вскоре Василий Котлов убедился, что вьетнамским пилотам, не имевшим большого опыта полетов на МиГ-21, просто тяжело было определить разрешенную дальность пуска ракеты. Котлов несколько лет испытывал МиГ-21 и знал о самолете практически все. Он как мог объяснял вьетнамцам их ошибки. Только лучше бы это было сделать во время полетов. Но вот с этим и возникли непреодолимые проблемы. Нам было категорично запрещено, чтобы русская речь появилась в эфире Вьетнама. Хотя я там и требовал, и говорил, чтобы дали мне самолет, одиночный самолет. Но количество самолетов там тоже ограничено было. Решили, что советские летчики станут готовить вьетнамцев на двухместных учебно-боевых самолетах. Вскоре Котлову представился случай научить капитана Шаата вести бой на этих современных машинах. Во время одного из тренировочных полетов в воздухе неожиданно появился противник, американский F-4. Не сговариваясь, оба пилота и вьетнамские и советские решили, упускать его нельзя. МиГ-21 приготовился к атаке. Я во второй кабине был, я его, представляете, чуть ли не матом, ну вот пускать, пускать. Я именно не надеялся, что он сейчас нажмел кнопку, и ракеты уйдут, и они не поработают. Я говорю, ждать, и мне голоса нельзя было в эфир перевести вообще. Хотя там внутренняя связь есть, ждать, 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 ждать. Но у нас именно скорость была снарастая, у нас превосход был в высоте, мы с набором скорости порядка уже вышли на сверхзвук и догнали его. Воздушная схватка оказалась короткой. Обломки сбитого фантома полетели к земле. Так, капитан Шаат стал первым вьетнамским летчиком, который на МиГ-21 сбил американский F-4. Через несколько дней он повторил свой успех. Всего же на его счету оказалось шесть сбитых американских самолетов. Вот он, герой Вьетнама, генерал-лейтенант Шаат, впоследствии заместитель начальника генштаба Вьетнамской народной армии. А Василий Котлов еще год обучал вьетнамских пилотов. Его ученики и были среди тех, кто в декабре 1972-го успешно отразил массированный налет американцев. Правительство республики наградило советского летчика почетной грамотой. Затем Котлов вернулся домой. А после войны во Вьетнаме появился уникальный памятник. На обломке с битвы в декабре 1972-го года Б-52 установлен корпус его победителя, советского истребителя МиГ-21. Ну да, во Вьетнаме нашим летчикам ставили памятники, а на родине лишь сравнительно недавно им было разрешено говорить о том, что они были на войне, и что это был Вьетнам, и что именно там проходила линия фронта между Советским Союзом и США в прямом смысле этого слова. Субтитры создавал DimaTorzok